День рождения Измаила. Как это было? Сразу несколько населенных пунктов Бессарабии отметили День села. В Виноградовке отпраздновали День пожилого человека. Об этом и других событиях смотрите далее в программе. Дня города такого размаха у них еще не было, признаются измаильчане. Свою 425-ю годовщину столица Притунави отметила двухдневной программой. Продолжите поздравить вас с Днем города. Пожелать вам здоровья, счастья, согласия и успехов во всех добрых начинаниях. А нашему замечательному городу благополучия и процветания. С праздником! С Днем города! Отдельное место на Дне Измаила занимало творчество. Выставка измаильских художников отца и дочери Ивана и Златы Шишман, декоративно-прикладное искусство на Длинном бульваре, конкурс художественной школы «Мой любимый город». Также в центре города прошли народные гуляния и этнический фестиваль «Бессарабская тантелла». Для маленьких жителей Измаила на праздники была отдельная программа, различные развлекательные конкурсы и детские аттракционы. А самым вкусным сюрпризом для всех гостей Дня города стала полевая кухня. Повара приготовили две тонны ухи из 600 килограммов разнообразной рыбы в подарок от города-именинника своим гостям. Порядка 15 тысяч человек посетили день рождения Измаила, а кульминацией праздника стал незабываемый фейерверк. С днём нашего любимого города. Я говорю нашего, потому что Измаил стал для меня уже родным. Измаил стал прекрасен. Сюда интересно приезжать. Здесь хочется жить и строить планы на будущее. Измаильчане признаются, такие радостные события их объединяют, исполочают. Потому прямо на улице, встречая организаторов Дня города, люди подходили и от души благодарили за подаренный им праздник. Спасибо за праздник. Спасибо вам, я трею. Здорово. Историческое событие. 200 лет со дня основания поселка отметили жители Суворова. Гостей юбилея ждала двухдневная праздничная программа. К дню рождения был открыт новый памятник отцам-переселенцам. А благодаря помощи фонда Урбанского Притунавия в Суворово появился новый фонтан и парк. Здесь поставили скамейки, вымастили плиткой аллеи, а деревья высадят уже этой осенью. Суворовцы признаются, таким поселок никогда не был и свой двухвековой юбилей встречает во всей красе. Этот день мы его долго ждали, очень долго ждали. Ну, как видите, все довольные. Много было сделано для этого дня. Как вы видите, преобразился поселок Суворова. Очень красиво, очень хорошо, все довольные. Первый раз у нас такой огромный праздник и такой торжественный такой праздник. И собралось столько народу. Гости из Благарии приехали к консулу. Наш народный депутат Александр Игоревич Урбанский. Его действительно в нашем поселке уважают. И все говорят, что впервые такой депутат, который до выборов помогал и после выборов, он о нас не забывает. Очень много он вложил в наш поселок. Очень много, никто так не вкладывался. Действительно, мы его называем нашим, потому что впервые мы в лицо видим народного депутата. Кроме Александра Урбанского, еще одним гостем праздника стал депутат Одесского областного совета Валентин Валканов. Я, как житель этого региона, знаю, какие проблемы есть здесь. Как депутат областного совета знаю пути решения. И одну проблему мы сейчас решим. Разрешите мне вручить подарок – борцовский ковер селу, поселку Суворова. Дни рождения отметили и другие населенные пункты Придунавия. Село Васильевка Болградского района отпраздновало свои 185 лет. Духовой оркестр, ростовые куклы, мороженое, и клоуны радовали гостей Дня села. А изюминкой праздника стали спортивные соревнования на местном стадионе, который только открылся после ремонтных работ, благодаря инициативе Александра Урбанского. Не бывает праздников без подарков. И самый лучший подарок, я считаю, который можно будет сделать, ну, долгоиграющая будет вещь. Но я вам обещаю от себя сделать косметический ремонт вот в этом зале. А вот село Котловина отметило день рождения пятичасовым концертом под открытым небом и ярким салютом. Колоритные ансамбли и вокалисты развлекали зрителей. Во время своего выступления Александр Урбанский не только поздравил котловинцев с праздником, но и представил своего соратника по команде. Я бы хотел бы в этот праздничный день, в день рождения села, в день села, поздравить вас всех, пожелать вам мира, добра, благополучия. А самое главное, я бы хотел бы вам представить члена своей команды, без которой тоже, честно говоря, не все делается без него, конечно, в этом селе. Например, ямочный ремонт, который здесь сделан на улице Ленина, на корнею села, сделан таком Георгиевичем. Я хочу сказать спасибо Александру Игоревичу, что он пригласил именно сегодня в это прекрасное село. Сегодня я заметил только одни добрые, яркие глаза. Я говорю так, как оно есть. Радостное событие случилось и в селе Каменка Измаильского района. От благотворительного фонда при Дунаве местные верующие получили в подарок аналой – специальный столик, используемый в богослужении. Все прихожане Каменки собрались возле храма и под пение церковного хора аналой внесли вовнутрь. Теперь в церкви Успения Пресвятой Богородицы на него будет ставиться главная праздничная икона. В ходе своей поездки по округу Александр Рубанский также посетил несколько сел при Дунаве и встретился с активом их жителей. В селе Муравлевка Измаильского района не только обсудили наболевшие проблемы населенного пункта, но и получили подарки. Соратник народного депутата Валентин Валканов вручил детскому садику новые деревянные стульчики, которые были очень необходимы. Также село получило в подарок копировальный аппарат. В свою очередь на встрече Александр Рубанский подытожил те дела, которые были сделаны им за последнее время. В селе Муравлевка появились новые остановки. Решился вопрос с водоснабжением в местной школе. Там построили артезианскую скважину. Улучшилась и ситуация с дорогами. С радостью должен отметить, я думаю, что вы тоже отметили, что уже от Кислиц до Измаила дорога сделана. Сейчас у нас уже выделены деньги, проведем тендер, разработана документация и выделяется финансирование от Кислиц в сторону Камышов. А в селе Виноградовка Болградского района уже девятый год подряд торжественно отмечают День пожилого человека. И здесь считают его одним из главных праздников в году. Ведь именно этот день позволяет молодому поколению отдать дань уважения и высказать благодарность ветеранам. Вы являетесь теми корнями, которые мы всегда должны чтить. Вы являетесь нашими наставниками. Поздравления, концерт, угощения для пожилых людей стали приятным сюрпризом к этому празднику. День пожилого человека прошел на ура, признаются виноградовцы. А Александр Урбанский, в свою очередь, уверен. Помощь и поддержка пенсионеров и ветеранов для молодого поколения – верный шаг к их счастливому будущему. Продолжение следует...